Добрый день! В эфире программа «Страна и люди». Меня зовут Елена Миненкова. Как говорят местные адвокаты, которые специализируются на правах иностранцев, въехать в страну не так уж и сложно. Гораздо сложнее в ней остаться. Сегодня обсуждаем проблемы, связанные с теми или иными типами виз, которые, как правило, возникают после переезда в Германию. У нас в гостях Надежда Бюмляйн, владелица одноименной адвокатской конторы Бюмляйн, также Владимир Штеба, режиссер. Владимир находится в Германии уже 9 месяцев, состоит тут в официальном браке с мужчиной, однако же его визовый статус в этой стране до сих пор не ясен. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Надежда, первый вопрос к вам. Существует как минимум два десятка способов официально въехать в Германию. Это этническая эмиграция, то есть вес по еврейской линии, или же немцы-переселенцы. Это рабочая виза, голубая карта, виза о няне. То есть мы не будем сейчас перечислять, подробно на них останавливаться. У меня к вам вопрос. Вот по вашему опыту, вы уже работаете 20 лет адвокатом в Германии. Какие типы виз чаще всего вызывают сложности? Я бы сказала, что прежде всего, по крайней мере в моей практике, прежде всего возникают трудности в рамках воссоединения семьи. Почему? Мне кажется, потому что мы работаем с русскоязычным населением, прежде всего, да, с переселенцами и так далее. А у них очень часто возникают такие проблемы, потому что заключаются браки, рожаются дети в этих же браках. Распадаются браки и так далее. Но напоследок, я должна сказать, должна, напоследок очень часто приезжают люди из Российской Федерации или из Украины с рабочей визой. Также предприниматели очень часто, последние 5 лет, это преимущественно даже могу сказать, также студенты. Так что сейчас увеличилась проблема с визами студенческими, рабочими. Я пока не могу точно сказать, что именно мы успеем обсудить в рамках ближайших 45 минут, но вот по воссоединению семьи у меня есть очень много к вам вопросов. И, собственно, проблема, с которой столкнулся наш второй гость Владимир, но у вас история гораздо сложнее витиевать. Я предлагаю начать с самого, собственно, с того, как вы вообще оказались в Германии. Были причины в России, по которым мне нужно было оттуда уехать, сделать это срочно. Я решил переехать в Германию. Я сдался здесь на беженство. То есть вы запросили? Я запросил беженство, статус беженца, да. На тот момент у меня была литовская виза, и я попадал под так называемое Дублинское соглашение. По этой визе я должен был покинуть территорию Германии и уехать в Литву для того, чтобы там запрашивать беженство. Я хочу здесь просто пояснить, и вы мне поможете, если что. Дублинское соглашение предполагает, что человека, который запрашивает статус беженца в Германии, отправляют в страну первого въезда на территорию Евросоюза. Да, получается, что да, потому что предполагается, что по закону беженец не имеет права выбирать страну для беженца, так сказать. Я не могу выбрать, я должен в первую страну сдаться, где у меня была бы такая возможность, теоретическая, по крайней мере, это Литва. То есть первая страна, которая оказалась на пути к Германии? Да, на пути, кто выдал визу? Нет, это даже не на пути. В данном случае у меня был просто литовский шенген. Да, литовский шенген, значит Литва. Почему вы запрашивали убежище именно в Германии, если вы могли находиться в другой стране Евросоюза? На данный момент для меня, как для представителя ЛГБТ-сообщества, Литва не является безопасной страной. Да, Литва до сих пор единственная страна в Евросоюзе, где запрещен не просто однополый брак, а также гражданское партнерство. И в целом, нет, Литву я, конечно, не рассматривал, потому что это очень депрессивная страна, и там в дальнейшем я никак не смогу реализоваться. Ну, разве когда речь идет об опасности, а я так понимаю, что вы именно пытались избежать опасности на родине в России, разве приходится выбирать, или же все-таки иметь смысл взять то, что дают, мне говорят? Страны бывшего Советского Союза, это все-таки отдельная тема. Литва является таковой, и советское сознание оттуда никуда не ушло. Хорошо, то есть, насколько я знаю, вы подали в суд именно потому, что Германия вам отказала в статусе беженца. Да, да, именно так. Окей. Вот как вы считаете, у Владимира были основания на то, чтобы, например, обжаловать это решение в суде, или же вот здесь как раз в силу дубницких соглашений есть букву закона? Я считаю, что оснований не было, и формально не было их, и я считаю, даже по причине, ну, считается, что в Литве, вы абсолютно правы, не разрешаются такие браки, но они не запрещены. Вот дело в том, что они не запрещены. Не грозит никому, нет штрафов, да, тюрьма не грозит, значит, все хорошо получается. Я понимаю, что общественное сознание, конечно, не дошло до таких вершин, как в Германии, что такие люди могут почувствовать себя свободными, да. Но мы не можем аргументировать на уровне немецкого суда, что в Литве или в Латвии есть репрессии против гомосексуалистов. Это невозможно, потому что официальная версия, по крайней мере, даже если общество пока не дошло, не созрело. Для этого официальная версия, что у таких людей, у этих меньшинств там все хорошо. Ну, давайте все-таки вернемся к тому, что вы сейчас находитесь, у вас сейчас закончилось действие вашей литовской визы. В каком статусе вы сейчас пребываете на территории Германии? Сейчас, так как я уже официально в браке с гражданином Евросоюза. А вы имели право выступать здесь в брак по вашей литовской визе? Шенгенской? Да, да. Это возможно? Да и да и нет. Так, подождите, у вас была действительно виза, вы сначала вступили в рак, а потом попросили беженца? Нет, наоборот, я сначала попросил убежище, а потом... Значит, уже не действительно была виза, виза уже не действительно. Когда я приезжаю в качестве туриста, чтобы смотреть на башню в Кольне, и на следующий день я выхожу замуж, то я уже не турист. У меня уже другие цели. Понятно, да? Так что эта виза недействительна. Она недействительна становится и в тот момент, когда я начинаю даже по-черному работать, потому что я уже не турист. То есть с момента вступления в брак шенгенская виза выдаёт в Литву? Я специально в браке вполне себе счастлив, доволен жизнью, но получилась такая интересная вещь, что, насколько я это понимаю, да, что с одной стороны Германия не может меня выпроводить куда-либо, потому что это уже будет разрушение семьи, они не могут это сделать. Но, с другой стороны, так как я подавался на беженство, и после брака получается, что я от него отказываюсь уже, оно мне не нужно, я должен вернуться в Россию и подавать прошение воссоединить с семьёй. Что вам мешает вернуться в Россию, чтобы подать прошение? Но я же не просто так сдавался на беженство. То есть вы считаете, если вы вернёте в Россию, вам там будет угрожать реальная опасность? Мне там угрожает реальная опасность, абсолютно. Это есть. Как быть? Какой есть вариант? То есть вот ситуация, да, человек состоит в браке, причём тоже очень интересный момент, вот как можно, не выезжая из страны, здесь заключить брак? Да. Во-первых, это зависит от статуса этого человека. Значит, если он находился на уровне, я прошу меня принять в качестве беженства, беженца мне отказывают, ну я с вами буду судиться, то это определённый статус, который ещё позволяет, ещё позволяет заключить брак на территории Германии. Опять-таки, к сожалению, это зависит от ЗАГСа. Есть ЗАГСы, которые отказывают как раз таким людям. То есть Владимиру повезло, можно считать? Ему повезло, я так считаю. Потому что если есть бумага о депортации, есть ЗАГСы, которые не акцептируют эту бумагу, они хотят как минимум так называемое дуль-дунг, что депортация пока не происходит и не будет происходить, что немецкая сторона оставляет этого человека временно здесь. Причина не важна. Вот, это во-первых. Значит, заключить брак можно с шенгенской визой, так же, если виза ещё действительно, со статусом беженца, ну не беженца, а беженца-кандидата, я их называю. То есть пока проходит рассмотрение. Пока проходит рассмотрение. Очень тяжело заключить этот брак, если человек абсолютно нелегально находится в стране. Ну так же возможно. Но всё-таки это не случай Владимира, да? Это не его случай. Как теперь быть с официальным воссоединением семьи, если брак заключён, но в Россию на родине человек не поможет? Пока рассматривается его статус беженца, потому что если срок депортации официальной, да, когда немецкая сторона имела правило его депортировать, если этот срок прошёл, Германия должна его оставить здесь и рассмотреть его заявление по политическим или по другим причинам. Но всё ещё идёт речь о том, что он беженец здесь. Он должен забрать это своё заявление назад. После этого они будут рассматривать его заявление о том, что он хочет остаться... Кто у вас муж, извините, европейского гражданина? Нет, немец. Что самое смешное, литовец. Он литовец, да. Это немножко меняет ситуацию в позитивную сторону. Значит, он забирает или он обещает, что он заберёт это заявление, что он не будет уже преследовать цели как в качестве беженца. Владимир. Да, потому что беженец это самое хорошее вид на жительство, которое у нас есть, если его дают. Потому что он приравный иностранец, право шансов. Да, да. Он лучше, чем просто быть мужем, женой немецкого или европейского гражданина. Но в данном случае будет, мне кажется, очень тяжело доказать, если у вас, конечно, есть доказательства, что вы вправе были убежать и что вам грозит опасность на территории Российской Федерации, то лучше рассмотреть вас статус беженца. То лучше настаивать на то, что дайте мне, пожалуйста, статус беженца. Несмотря на то, что я официально в браке. Несмотря на то, что вы можете быть в официальном браке, но вы можете быть политическим беженцем. Параллельно. Это ваше право. Но рассматривать это заявление будет бундесамт. И они будут требовать от вас чуть ли не стопроцентного доказательства. Это очень трудно доказать. Если это связано, тем более с Россией, а не с Туркменистаном, где практически штраф, тюрьма и все, что угодно, кратить таким людям. В России пока нет таких репрессий, официально, по крайней мере, на официальном уровне. Я говорю, что на официальном уровне. А бундесамт же отталкиваться от этого будет в рамках своего решения. То есть совершенно не факт, что статус беженца у Владимира в этой стране имеет в Германии подвижиться? Это его индивидуальный процесс. Я могу, только рассмотрев его бумаги, рассмотрев все доказательства, сказать, насколько есть шансы вообще получить статус беженца. А насколько есть шансы получить посоединение семьи? Да, что делается на практике? На практике мы отказываемся от статуса беженца и просим, пожалуйста, дайте нам вид на жительство в качестве... Я жених, даже жених, даже можно получить, но я уже женился. Значит так, если это гражданин Латвии, и он живет на территории Германии, получить вид на жительство здесь... Ну я бы не сказала, что очень просто, но гораздо проще для нас, нежели если он был немцем, ваш муж. Да, это гораздо проще. У них статус лучше. Ну потому что на европейском уровне считается, что нельзя ущемлять европейцев. А немцы в своей стране, они не европейцы, они немцы. Я хочу пояснить для наших телезрителей, то есть, например, если вы гражданин Украины, Белоруссии, России, собираетесь выходить замуж или жениться на гражданине Евросоюза, но не немцы, и при этом жить в Германии, то у вас будет гораздо больше шансов в этой стране остаться, скажем так, правильно? Приехать, остаться. Например, если я гражданин России, я приехала по шенгенской визе, мне удалось заключить брак, однополу, не однополу, любой брак, также в Дании, да, мне удалось заключить брак в Дании. Я могу остаться здесь без немецкого языка, не требуется ни теста, ничего, без действительной визы, даже если я нелегал, меня просто так не могут выдворить из страны. Потому что европейское право дает мне возможность остаться здесь с гражданином, например, там, Латвии, Румынии и так далее. Только этот гражданин должен легально находиться, опять-таки, здесь. Значит, румын или латвиец должен здесь работать, да, для того, чтобы он имел право привезти свою семью, получается. Он должен здесь работать, не зарабатывать на всех, а просто работать, да. Он может зарабатывать очень мало, да, но не требуется, чтобы он покрывал все расходы семьи. Так что там вообще льготная ситуация. Потом, я могу прожить с этим человеком в одной квартире три месяца, этого достаточно получается, потому что в законе, ну, не указывается, сколько времени я должен прожить с гражданином Евросоюза для того, чтобы у меня были свои права остаться потом в Германии. Не вписано. Значит, я в браке, формальном браке числюсь, мы живем в разных квартирах, мы просто расстались через три месяца, у меня есть свои права здесь остаться, если брак не разводится. Брак не разведен три года, год я прожил на территории Берлина, например, или в Германии, я остаюсь здесь. А если у меня муж немец, то это не так. Я должна в одной квартире прожить с ним три года. Вот я сейчас хочу к этому моменту вернуться, потому что там очень часто возникает вопрос. Но вот подытоживая ситуацию... Подытоживая, я считаю, что в этом случае он должен без выезда в Россию получить вид на жительство. Опять-таки, недавно, к сожалению, вышло решение Бундесвервальд, он скорее всего, высшего административного суда Германии, можно это перевести. Они первый раз, первый раз за все эти годы решили, что даже такие люди, у которых однозначно есть право здесь остаться, должны выехать или, по крайней мере, подождать пока. Да, или, по крайней мере, подождать, у них в подвешенном состоянии, можно сказать, в качестве штрафа, я не знаю, для чего это годится, если они нарушили законы Германии до того. Нарушением законов является нелегальное пребывание здесь. Значит, вас попросили выехать в Латвию или в Литву, а вы этого не сделали. Значит, уже нарушение закона. Вот вам, пожалуйста, консультация в режиме реального времени в эфире программы «Странные люди». Я все-таки хочу вернуться вот как раз к тому моменту, когда супруг немец. Очень часто возникающий вопрос. По закону, если я, как иностранка, выхожу замуж за немцем или жнюсь за немцем, неважно, то три года я проживаю в этой стране по ограниченному виду на жительство. И вот в течение этих трех лет, если мы разведемся, то теоретически меня могут... Или даже разойдемся, даже развод формальный. Даже формальный развод, не по документам, может быть основанием того, чтобы меня выслали на родину. Да, даже если я состою в браке. Это решение можно как-то оспорить. Если мы вместе не живем. Значит, я вышла замуж за немца, через два года мы просто разошлись. У нас нет совместной прописки, этого уже достаточно. Значит, для органов здешней власти мы разошлись, мы не живем вместе. Доказать, что мы живем в двух квартирах и все равно вместе, это очень тяжело. Значит, я иду на продление через три года или даже сразу, если они об этом узнают, через два года. И требую, чтобы меня оставили здесь, они скажут, что нет. На каких основаниях вы собираетесь здесь остаться? Основания могут быть, я не просто разошлась, для меня было невыносимо остаться с этим человеком. Доказать это очень сложно. Почти так же, как доказать, что я имею право получить статус беженца. Почему? Потому что если есть некие не очень красивые ситуации в семье, например, избиение, насилие, любой психотеррор, или угрозы, шантаж и так далее. Очень сложно доказать, очень сложно доказать, что они имели место в этой семье, потому что нет свидетелей. Какие есть ученики, чтобы все-таки остаться? То есть теоретически Владимир это тоже относится, да? Если, например, его брак распадется в течение ближайших трех лет. Не дай бог. Не дай бог, мы желаем счастья вам и вашему мужу. Спасибо. Значит так, если есть насилие в семье, советую сразу обратиться в полицию. Советую сразу стать на учете, там сказать, я подаю заявление о рассмотрении этого дела против моего мужа, жены и так далее. Да, это не, в нашей культуре это никак, да, это ненормально считается здесь, а не требуют. У нас был эфир, наверное, на эту тему, мы это очень подробно обсуждали. То есть, если удастся доказать, что я не могла, или я не мог оставаться жить у человека. Я хочу идти, чтобы была документация, что у меня синяки, у меня толстые, у меня сотрясение мозга. Но не через неделю и не через две, а сразу. Хорошо, если насилия нет, если люди просто решились мирно разойтись, но при этом, естественно, супруг иностранец не хочет покидать территорию Германии. Какие у него есть правовые рычаги, чтобы остаться? Очень тяжело. Тогда практически никаких, кроме как искусственно продлить местонахождение здесь, подав в суд, так сказать, и сказать, я хочу остаться, и в это время развести этот брак и заключить новый. Это звучит немножко нестандартно, но на самом деле оно так и есть. Если это лицо высококвалифицированное лицо, у него была бы возможность, конечно, похлопотать, получить блукарт или визу, рабочую визу. Не выезжая в степени Германии. Не выезжая, да. Не выезжая. Облегчает ли как-то ситуацию наличие детей, если люди не прожили в браке еще три года, если супруг иностранец находится по ограниченному времени, виду нажительства, но уже родился ребенок в браке? Или был установлен, я не знаю, возможно... Возможно, да. Но это не только облегчает, коренно меняет ситуацию. В лучшую кучу. Потому что наличие немецкого ребенка дает мне право находиться здесь даже без брака. С самого начала. Если ребенок рожден здесь? Нет, если ребенок немец. Где он рожден, это не важно. Он может родиться на территории Российской Федерации, если у него папа немец, и его признал уже, или папа и мама состояли в браке на момент рождения ребенка, то это дает право остаться здесь. Следующий вопрос, который часто возникает, насколько я понимаю, немецкий закон запрещает процедуру воссоединения семьи, если супруг или супруга немец, или немка, являются получателями социальных пособий, в частности, пособия по безработице. Но если любовь, вот познакомиться где-то на сайте знакомств, да, мне не важно, сколько он получает, я приеду со всеми своими деньгами, накопленными под подушкой, но вот я хочу быть таким человеком. Есть какие-то рычаги, чтобы решить эту проблему? Ну, я не могу даже подтвердить, что это так. Значит так, если мой муж немец или европеец, то я могу приехать даже если он является получателем социальной помощи. Есть ссылка в законе, что в отдельных, в индивидуальных случаях, ну, ссылка на другой параграф, который требует, чтобы он не был получателем социальной помощи, по крайней мере. Но эта ссылка, она относится только, это уже в суде решено много раз, относится только к тем людям, которые раньше жили не в Германии. К тем немцам, извиняюсь. Значит, немец, который не живет в Германии, все время жил там в Таиланде, в Малайзии и работал. И вдруг он хочет переехать с таиландской женой или там с русской женой сюда и стать получателем социальной помощи. Тогда они говорят, вы, вы как иностранец для нас, вы не можете переехать в Германию только для того, чтобы получать социальную помощь. Да, вы можете, потому что вы немец, но вы не имеете права привезти свою жену. Это касается только тех людей, которые уже не жили в Германии раньше, можно так сказать. То есть это не очень часто в Таиланде сейчас случается? Не для резидентов. Это не очень часто, это не очень часто. Это очень редко, чтобы сказать. Очень-очень редко. И это люди, у которых или от Зитлера, как это, переселенцы, переселенцы, у которых паспорт и Российской Федерации, и Германии. Они тоже хотят переехать просто, чтобы, да, жили-жили в России. Есть такие, которые, несмотря на то, что у них немецкий паспорт, не живут в Германии. Они прожили в России пять лет, работали, вдруг у них не получилось, не слышались там обстоятельства. Они переезжают и хотят вместе с женой получать социальную помощь. Тогда может быть отказ. Но это люди другого гражданства, это не резиденты. Там уже будут рассматривать под глупой. Да, а иначе это не помеха, нет. До этого мы с вами говорили про супруга немца, про супруга гражданина Евросоюза. Бывают ситуации, когда воссоединение семьи проходит между супругами, которые оба не являются ни гражданами Евросоюза, ни гражданами Германии. То есть очень частая ситуация, когда сюда приезжают, например, специалисты по той же самой голубой карте, по рабочей визе и по облегченной процедуре перевозят сюда свою семью. Но, к сожалению, не все браки длятся так долго, как люди на то рассчитывают, заключая этот брак. Давайте послушаем, с какой ситуацией пришлось столкнуться девушке. Она попросила не называть ее имени и фамилию, даже не показывать ее лица. А потом попробуем разобраться и понять, можно ли как-то помочь в этой ситуации. Я приехала со своим мужем по голубой карте около двух с половиной лет назад. Мы оба из Луганска. Он программист. Он нашел здесь работу, и я приехала сюда к нему по воссоединению семьи. Все как-то было плохо еще до того, как мы приехали. И мы надеялись, что у нас здесь начнется новая жизнь и как-то наладится. Но получилось как раз наоборот. И через полгода совместной жизни в Германии жить вместе было уже настолько тяжело, что стоял вопрос о том, что мне нужно переехать. Собственно, прошло уже два года, как мы живем отдельно. И вот я узнала, что жить отдельно нельзя. Дело в том, что я живу здесь абсолютно честно. И я адаптировалась прекрасно. У меня есть друзья, квартира, постоянная работа. Здесь у меня уже налаженная жизнь. Как бы прошло уже почти три года. И у меня была надежда, что мне дадут мою собственную визу и разрешат здесь остаться. Но новые обстоятельства стали на моем пути. И мой муж собирается уехать в Украину. И вообще нам стоит развестись. У меня очень мало шансов остаться здесь с той работой, которую я имею. И с тем уровнем языка, который я имею. И адвокаты, к сожалению, не могут дать мне четкий ответ, что мне сделать, чтобы в течение нескольких месяцев обезопасить себя и остаться в Германии. Я думаю, у Надежды ситуация ясна. Вот какие шансы у этой героини остаться в Германии в случае, если супруг, с которым они к тому же собираются разводиться, вернется обратно на родину Украины? Ну, честно говоря, я не могу даже, я не знаю, что говорили другие адвокаты, и какова ситуация, что знает иммиграционный отдел об этом случае. Но если они вместе не живут, для меня этого достаточно, даже без развода. И возвращается он, не возвращается, чтобы ей не продлили визу, даже если он останется. Потому что гарантии, что после развода или после того, как они стали жить раздельно, что она должна каким-то образом получить продление, я таких гарантий дать не могу, потому что в законе их нет. То есть, скорее всего, девушка получит отказ? Она должна, скорее всего, получить отказ. Опять-таки, она сказала, что она работает, нужно просить тогда... Попытаться перейти на рабочую визу? Да, на рабочую. Давайте перейдем... Два года уже работать, значит, можно перейти на рабочую визу. Ну, опять-таки, зависит, что за работа, какая квалификация. Нужно разбираться в индивидуальном случае, да, в каждом индивидуальном случае. Давайте перейдем к очень серьезному блоку вопросов, связанным с детьми. Мы уже выяснили до программы, что у вашего супруга есть совершеннолетний ребенок, несовершеннолетний, который проживает с вами, он, собственно, гражданин Евросоюза. Он гражданин Евросоюза, да. Если бы у вас был ребенок, которого вы собирались перевезти из России, у вас наверняка бы возникли сложности. Вы можете это подтвердить. Очень часто возникает вопрос. Если я заключаю брак с гражданином Германии и хочу перевезти сюда своего ребенка, но отец ребенка от предыдущего брака против перевоза ребенка в Германию, в этом случае как быть? В этом случае как быть? Нужно на территории Российской Федерации или на территории Украины, Беларуси попытаться через суд получить разрешение. Разрешение на выезд с ребенком. Потому что все остальное практически является похищением ребенка. И даже если удастся его как-нибудь сюда привезти, то в любом случае они не смогут тогда вернуться, если бывший супруг и отец ребенка настаивают на то, что у него свои права. Права в том числе даже просто встречаться с ребенком. Он бы не мог, если ребенок живет здесь. С точки зрения Германии они требуют письменное разрешение отца. Не обязательно нотариально заверено, но письменное разрешение отца. Но оно обязательно должно быть. Для того, чтобы, да, оно обязательно должно быть. Но, опять-таки, как всегда есть, ну, есть индивидуальные случаи. Если ребенок переехал вместе с матерью и уже находится на территории Евросоюза или на территории Германии, и отец не дает разрешение. Все зависит от конкретного случая, но в большинстве случаев, конечно, дитя нужно оставить здесь, потому что с мамой. Ну, это уже другие визы. Это гуманитарные визы и так далее. Это в рамках исключения все это делается. Но все-таки говорим про воссоединение визы. Должны быть. Но это, вы знаете, гуманитарная виза, она и является визой для воссоединения семьи, когда не исполнены предпосылки по закону для воссоединения семьи. Это такая вторичная виза. Мы ее применяем, когда условия для воссоединения семьи не исполнены. Например, ребенок здесь, у нового папы нету доходов или у мамы. А ребенок здесь, папа на родине не дает разрешения и так далее. Гуманитарная виза, она, в принципе, помогает, когда не исполнены законные предпосылки. По поводу доходов у меня как раз был вопрос. Насколько я знаю, когда речь идет о заключении брака с немцем, учитываются его доходы, может ли он содержать здесь супруга иностранца. Я не знаю, как в случае с гражданином Евросоюза. Там не важно, сколько. Там не важно, сколько. Ясно. Опять же, вам повезло, да? Да. Но очень часто бывают ситуации, когда мужчина-немец или женщина-немец берет. Скорее всего, все-таки мужчина-немец чаще всего берет женщину из постсоветского пространства, у которой уже есть ребенок, и у него есть возможность финансово обеспечить ее, но нет возможности финансово обеспечить ребенка. Драма. Что делать? Это драма. Это драма приводит к отказам. Многие клиенты не понимают, почему им отказали. Им отказывают чаще всего, потому что подаются на визу. Они подают на визу вместе, мама с ребенком. И если не хватает доходов, то отказывают обоим. Тогда приходится подавать маме одной, приехать, а потом уже подавать на высоединение семьи с ребенком после того, когда она начала работать. То есть маме нужно взять на себя вот тот груз ответственности и зарабатывать деньги ребенка? Ну, частично. Смотря сколько не хватает. Или если вдруг ребенок находится уже на территории Европы, в частности, ребенок переехал в рамках безвизового режима с Украины сюда, то будет опять-таки рассматриваться вопрос гуманитарной визы для ребенка. Несмотря на то, что не хватает доходов, но он уже здесь живет с мамой. А есть какие-то рычаги, например, доказать, что вот отец ребенка, новый папа, муж-мама, скажем так, он, например, недееспособен и не может зарабатывать больше? Вот в этом случае могут быть послабления? Да, в обязательном порядке. Это даже стоит в законе, что требовать от больных людей, грубо говоря, чтобы они зарабатывали деньги, что это противоречит немецкой конституции. От них мы этого не требуем, само собой. Но он должен доказать, что они недееспособны. К сожалению, раньше это можно было доказать просто справкой от врача, а сейчас нужно уже подавать через, соответственно, органы, чтобы меня признали недееспособным. Это очень тяжелый и длинный процесс. Для того, чтобы нам успеть в рамках этой программы обсудить еще один блок вопросов, связанных со студенческими визами, нам нужно плавно завершаться с воссоединением семьи. Вот у вас остались какие-то вопросы, как у человека, который сейчас испытывает сложности именно по этой процедуре? Может быть, вы планируете усыновить ребенка из России? Вам тоже интересен уезд? Ну, детей мы пока не планируем. У нас пока есть свой оболт у 16-летней, нам пока хватает. По поводу детей нет. Мне вот интересно все-таки, как вы считаете, что мне лучше сделать? Подать прошение на вид на жительство? Либо продолжить... Подать на вид на жительство, я считаю. Ну, я, конечно, не могу сказать. Для того, чтобы знать ваш индивидуальный... Ну, мне нужно, конечно, поднять все это дело, посмотреть и так далее, взвесить обстоятельства. Это не является индивидуальной консультацией, но подать... Да, да, на вид на жительство, 100%. Последний вопрос. Должен ли я для того, чтобы подать... Насколько я слышал, что подать на вид на жительство я могу только спустя 3 года, как здесь проживу? Нет. Нет? То бишь, я могу сделать это уже сейчас? Сразу. Все, спасибо. Пока не... Нужно даже сказать, что вы уже это сделали. Вы были в устном виде, сказали, вам отказали. Вы можете в устном виде подать. А они должны отказать в письменном. Видите, как полезно приходить на эфир про... Очень полезно. Спасибо вам за замечательную консультацию. Я думаю, что следующий блок вопросов, связанных с учебными визами, тоже будет для вас актуальным, потому что Владимир мне сообщил, что он собирается получать образование в Германии. Поэтому, если что, вот опять же у вас есть уникальная возможность спросить у человека, который на этом специализируется. Так вот, по статистике самую большую долю иностранных студентов вуза Германии составляют граждане Китая и Турции, затем идут индусы и итальянцы. И вот на пятом месте как раз студенты из России, на седьмом месте украинцы. Я знаю, что вам приходилось рассматривать вопросы по поводу депортации студентов из-за пропусков учебы. Мне очень интересно, а как же принцип академической свободы немецкой, когда студент сам составляет свое расписание, главное, чтобы были сданы за счеты экзамена? Нет, этот вопрос никто и не оспаривает, что есть академическая свобода, но когда абсолютно бездействие имеет место, они вообще никуда не ходят и вообще не занимаются. Зачеты не сдают, экзаменов не сдают, вообще ничего не делается. Есть очень часто такие случаи. Это напоследок, кстати, чаще, чем раньше. Напоследок даже чаще, чем раньше. Это вплоть до того, что даже берлинская служба для иммигрантов писала это в свое внутреннее правило, что осторожно, многие приезжают для того, чтобы не учиться. Да, это парадокс, но это не парадокс. То есть кто-то едет за границей, чтобы учиться, а кто-то едет за границей, чтобы не учиться. Тоже вариант, который будет дорого стоить. В этом случае можно как-то доказать, что человек... Да, да. Значит, как? Можно, ну, тогда немножко нужно знать практику наших иммиграционных отделов. Значит так, можно доказать, что я болел. Но нужно предоставить документ об этом. Немецкие врачи очень неохотно идут на то, чтобы делать документы задним числом. Все правильно, но в принципе можно даже клятвенным заявлением правдоподобно пояснить, что я болел, или болела мама, болела тетя, ну, кто там здесь живет на территории Германии, или даже на территории Российской Федерации, мне пришлось уехать. Ну, вот проверят же все штемпели в паспорте. Ну, они же уезжают частенько. Они частенько уезжают, те, которые не учатся, они и уезжают. На Ибицу потусовать. Не, ну, на самом деле, я даже не знаю, чем они занимаются. Не всегда. Если, ну, мы все это выясняем. Чаще всего в судебном порядке. А пока идут выяснения в судебном порядке, мы наставим на то, чтобы человек сдал соответствующие экзамены и, пожалуйста, начал учиться. То есть можно. То есть есть возможность доздать хвосты и остаться. Доздать или вообще поменять направление. Начать учиться на другое, да. Вот вы знаете, это тоже, кстати, был мой следующий вопрос, потому что я знаю о том, что очень часто возникают проблемы, если в процессе учебы студент понимает, что вот он ошибся с выбором направления и больше не хочет учиться. Вот в такой ситуации оказался герой нашего следующего материала. Он приехал в Германию по визе для получения профессионального образования, Ausbildung, как это называется по-немецки. То есть Даниль начал обучение на специалиста по уходу за пожилыми людьми, проучился, по-моему, полгода и понял, что это не его призвание, он не хочет этим заниматься и бросил учебу. И вот что за этим последовало. В тот день, когда я бросил колледж и ушел с работы, именно в тот же день моя виза стала недействительной, потому что она была связана только с тем контрактом и только с той школой, где я, по сути, делал свой Ausbildung. То есть что-то другое уже невозможно было поменять, невозможно было даже школу поменять. И когда я это сделал, я не знал этого всего, и тогда начались проблемы. Я пошел, конечно, подался на другой Ausbildung, получил приглашение, получил все документы от школы. И после того, как я собрал все документы, я пошел в миграционную службу, чтобы подать на новую визу. Соответственно, я туда пошел, они забрали у меня паспорт и сказали, вы должны ехать домой. Надежда, у меня вопрос к вам. Насколько правомерными были действия ведомства по делам иностранцев? Неужели все так серьезно только лишь потому, что человек понял, что он ошибся в выборе будущей профессии? Ну, в данном случае, если я правильно его поняла, это серьезно. Почему? Потому что очень часто в накликах этих, которые человек получает, или в отдельных бумагах стоит четко. Эта виза практически не действует с момента перехода на другое образование. В другой вуз? То есть виза дается на обучение в конкретном вузе? Да, да, да. Если это вписано, опять-таки, ему не повезло. Если не вписано, то тогда легче. А чего зависит вписано или не вписано? Знаете, в Германии очень часто стоит в законе об иностранцев слово «кан» значит «можно». Но не должно. Но не должно. Вы знаете, меня это удивляет. Казалось бы, в Германии, где каждая буква закона... Любой другой закон очень, да, очень четкий. А вот как раз для иммигрантов они не очень четкие эти законы. И слово «кан» можно, по усмотрению, да, по усмотрению Аслана Дебехева, извините. Ведомство для иностранцев. Да, ведомство для иностранцев. Вот. И вот ему повезло, что ЗАГС принял его, а ему не повезло, что было вписано именно так. И он должен был, должен был прочитать. Значит, нужно было действовать следующим образом. Я знаю, что я уже не хочу учиться в этом вузе или, да, продолжать это обучение. Значит, до того, как расторгнуть договор с этим вузом или с этим работодателем, я должен был подать, вот, юридическую секунду. Вот на секунду до того я должен был подать новое заявление, да, тогда эта виза старая, она бы осталась бы действительно... Заявление на учебную визу вы имеете в виду? Да, да. Не выезжая из Германии. Не выезжая из Германии. Это возможно, но до того, как учеба... А если я уже расторгнул договор, я здесь нелегально, в силу своей визы, там вписано. Вот тот момент, когда вы уже не учитесь, вы уже нелегально. Все. А если я нелегал, я должен выехать и ходатайство, чтобы меня приняли отель. Учитывайте эти моменты, когда будете выбирать образование. Очень часто вопрос, который тоже задают, как можно учиться и работать одновременно, потому что по немецким законам студенты, которые получают образование, имеют право, если я не ошибаюсь, работать 120 дней в году и не более того. Нет, 240 в году. 240 это если укороченный день. Да. Рабочий день 120, если полный рабочий день. И в связи с этим тоже возникают проблемы. О том, какие как-то все действуют, нам готов рассказать Даниэль. Я предлагаю послушать его историю и потом продолжить обсуждать этот момент. И для студентов, например, с Восточной Европы, да, это Украина, Россия, Белоруссия, мы должны, когда мы подаемся в наши страны через посольство на визу, мы должны показать, что мы финансово независимые люди. То есть это примерно 9 тысяч евро ты должен иметь на заблокированном счету, который, ну, счет, естественно, в банке в Германии. Вот. Эти деньги ты не можешь использовать. То есть сумма твоя, но счет заблокирован, и с этого счета тебе на карточку, вот, на карточку другого банка, тебе выплачивают в месяц только 720 евро. То есть 720 евро это прожиточный минимум в Германии. И, исходя из этого, они думают, что у тебя есть вот эти 9 тысяч евро, как в запасе, на один год. И они дают тебе разрешение на работу, это по закону. Так написано, что вот, там, кажется, параграф 16, не помню какой абзац, что независимо от Ауспильного ты можешь работать только 10 часов в неделю. То есть 10 часов в неделю, это 40 часов в месяц. Это очень мало. Такая непростая жизнь у немецких студентов, но правильно ли я понимаю, что точно такие же правила относятся и к людям, которые находятся в Германии в другом статусе, например, как Владимир, если вам удастся подтвердить статус беженца, или же все-таки воссоединиться со своим супругом. То есть Владимир тоже не сможет работать больше, чем 120. Нет, он сможет. Он сможет. Это не касается. У него будет другой вид на шестернице. То есть только студенческая лиза это касается. Какие есть рычаги для того, чтобы и учиться, и работать? Или же вот есть закон, и тут, к сожалению, ничего не поделаешь? Да, да. Если профессиональное обучение, если виза дана для того, чтобы здесь обучаться, то в принципе вписано в законе 10 часов. Он прав абсолютно. 10 часов. Это в законе стоит даже. Это не какие-то придумки. Там нету КАН, там нету можно и нельзя. Там вписано максимально 10 часов. Это касается как высшего образования, так и... Нет, да, высшее образование то же самое, в принципе. Там вписано немножко по-другому, но тоже вписано. Ну, вы знаете, считается, что вы приезжаете, чтобы учиться. И если вы будете очень много работать, то значит, вы уже не будете учиться. Но есть прекрасная лазичка, скажем так, опять же в немецком законе, да, даже не в законе, а в принципе в образовательной системе. Здесь есть такое понятие, как дуальное образование. То есть вы можете учиться, например, 3 дня в неделю, а 2 дня в неделю работать, и вам будут платить зарплату. И вот как раз у Даниэля была такая ситуация. В первом случае, во втором случае, вот придется, что называется, затянуть поиск. Вот какой у меня вопрос. Например, если я студент, но я хочу официально стать предпринимателем, то есть сменить студенческую визу на... А, сменить. Сменить. Или, например, можно ли это сделать параллельно. Вот такая ситуация сейчас у моего коллеги, который учится здесь, получает высшее образование, но планирует со своими приятелями открыть вот свою фирмочку по производству видео и аудиоконтента. Опять-таки, зависит, что вписано в наклике. Там же есть наклик, и там есть определенные условия. В паспорте. В визе. Да, в визе. Но я их называю накликом, потому что очень часто, иногда это карточки, и все равно. Нужно посмотреть, что там именно стоит. Так. Что там? Есть визы, ну, вид на жительство временно, которые стоят. Зепштейн Дегетет, Этишкайтер Лаб. Значит, предпринимательство позволяет. Если это так, то я могу открыть любую фирму здесь. И дерзать. Будучи на учебе, являя студентом. Опять-таки, если это каким-то образом станет органом власти известно, то они будут смотреть на это так. А он на самом деле учится, это правдоподобно, что у него еще есть время. Если он какой-то, у него миллионный оборот, то, наверное, он уже не студент. Тогда у него могут отобрать эту студенческую визу. А могу ли я, получая студенческую визу, попросить чиновника? Да, но не сразу. Вписать мне эти случаи. Да, советую мне сразу. В принципе, у нас были такие дела, где нам удалось это сделать. Особенно с китайскими студентами. Они очень любят параллельно и то, и то. Заниматься и этим, и этим. Это возможно. Это не исключено законом. Это самое главное. Можно. А если можно, то можно как-то это сделать. А перепрыгнуть на другую визу, это гораздо сложнее. Я здесь хочу уточнить очень важный момент. То есть вы сейчас говорили про самостоятельную деятельность в качестве предпринимателя. Есть такая возможность. А если я работаю по найму, то вот то самое правило про 120 часов в год и не часа больше. Все правильно. 120 дней в год. Все правильно. Ну, можно, конечно, поклопотать. Там никто мне не мешает поклопотать. Но это вписано в законе, что нельзя. Но также, если я работаю, если я предприниматель, являюсь предпринимателем, и я 20 часов работаю в качестве предпринимателя, 20 часов только учусь, то я уже не учусь. Я уже не студент. Тогда нужно хлопотать, чтобы мне разрешили учиться. Это Тальцет, что называется по-немецки, чтобы это было не полное время, частично занятость, но получается частично учиться в ВУЗе. Есть тоже такая возможность. В новом законе есть такая возможность. Это можно сделать. Последний вопрос, к сожалению. К сожалению, потому что это те темы, которые можно обсуждать часами. Вы это знаете. Последний вопрос, связанный со студенческой визой в этой программе. Последний вопрос. Часто очень проблемы визовые связаны с тем, что по окончании ВУЗа студент не... То есть, насколько я понимаю, перефразируя, закон предполагает, что человек должен работать по специальности. То есть, закончив мединститут, он должен быть врачом, инженером, инженером и так далее. И найти работу в течение 12 месяцев после окончания ВУЗа. Если я не смогла за эти 12 месяцев найти работу, но все-таки я иностранка в Германии, не получилось у меня. И если, тем более, не смогла найти работу по специальности. Как быть? Ну, вообще-то дается 18 месяцев, слава богу, это немножко дольше. Если не нашла... Практика показывает, что можно годами искать работу в Германии. Да, это правильно. Если я не нашла работу, в принципе, я должна уехать. К сожалению. Ну, получается, по закону. Или выйти замуж. А можно, конечно, и дальше родить ребенка. Но, опять-таки, но ставится заявление, они могут подождать, они часто ждут. Они, это ведомство по делам иностранцев, ждут максимум 6 месяцев еще. Это от силы. То есть, 18,6. От силы. От силы. Но они ждут неформально. Тогда человек не имеет права здесь, как сказать, у него нету вида нажительства. Ну, мы просто ставим заявление на продление того вида нажительства. И получается, пока не будет решения, они просто ждут и не принимают никаких решений. А пока нету решения, человек здесь легально находится. Да? Это такие немножко процессуальные трюки, можно сказать, чтобы ему дать возможность найти. А если меня взяли на работу, но не по специальности? Ну, не по специальности, но это не важно. Важно, чтобы работа была квалифицирована. Значит, чтобы для этой работы требовалось высшее образование. Все, этого будет достаточно. Если не хватает, если, например, мне предложили такую работу, но у меня только 20 часов занято с ней, то тогда на 20 часов нужно сделать себе фриланса для того, чтобы содержать себя. И для того, чтобы показать ведомство по делам иностранцев, что у меня достаточно доходов. Значит, 20 часов я работаю как наемное лицо, получается. А 20 часов я фриланса. Это возможно. Опять-таки, можно, но это на практике делается. Большое спасибо. Вот что успели, то успели. Так получилось, что сегодня главным и основным ответчиком была надежда. И мы не могли упустить эту возможность получить замечательные совершенно консультации по многим вопросам. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Вас благодарю за внимание. Увидимся через неделю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok